И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас довольно-таки знаменательный день, наконец-таки мы заканчиваем наш Ильюльский уже челлендж. У меня имеется 1816 звезд, а это значит, что нам остался всего лишь один бой, который прямо сейчас мы вместе с вами скатаем. Получим долгожданные наши 4, а может быть даже 6 звезд в данном бою, получим наш 65 уровень, получим Титанчик XT, получим рельсу нагибаторскую, супермашинскую нагибаторскую и конечно же отправимся открывать наши любимейшие контейнеры, как мы все с вами делаем в таких видеороликах. Ну а перед тем, как мы попробуем здесь занять наше нагибаторское топовое место и получить наш скинчик Титана XT, а также рельсы, я бы хотел сказать, что если в данном видеоролике вы прямо сейчас поставите лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, конечно же нажмете на колокольчик, дабы вообще ничего тут не пропускали и у вас все получалось шикарно. Если мы наберем 300 лайков на данном видосе, то разыграем боевой пропуск, поэтому ко всему этому раскладу в комментариях указывайте, конечно же, свой никнейм, 300 лайкосиков набираем и спокойнейшим образом разыгрываем боевой пропуск. Возможно этот боевой пропуск пригодится кому-то в этом месяце, возможно он пригодится в следующем, поэтому обязательно не забывайте ставить лайк и писать комментарий под данный видеоролик. Ну а мы будем пытаться нагибать в этой замечательной катке, наверное хотелось бы рассказать о том, как проходил данный челлендж. Не сказал бы я, что я его пытался и торопился как-то быстро набить, сегодня 20 июля, это значит целых 20, ну вернее 19 дней у нас прошло полноценных с начала данного челленджа. Я спокойнейшим образом не торопясь где-то часик-два в день на стримасиках вечерочком набивал звездочки, возможно там в какой-то день у меня получалось набивать соточку, возможно в какой-то день получалось чуть больше. Но тихим сапом, под конец челленджа даже чуть-чуть побыстрее все у нас это дело пошло, мы дошли до данной замечательной нагибаторской цифры и сегодня получим наш скин, получим интересные предметы ХТ, а также получим большую кучу гору, вернее я уже их получил, контейнеров, откроем их. И будем надеяться, что с них что-нибудь интересное нам выпадет, потому что, как вы знаете, последний раз, когда я открывал контейнеры, с них ровным счетом ничего годного у нас не упало, возможно сегодня нам повезет, возможно мы увидим хотя бы какое-то золотое интересное свечение и увидим что-то там грамотное, может какую-то интересную краску анимированную, может 300 тысяч кристаллов, я считаю, что 300к было бы тоже довольно-таки достойно. Например, чтобы приобрести из подарков у нас 3 синих шара кому-нибудь подарить, я считаю, что это было бы очень даже достойно, но давайте не будем сильно балаболить, дабы мы здесь особо печально не сыграли данную катку и может каким-нибудь магическим образом меня еще потом обгонят и я не получу замечательных 4 звезды. Поэтому давайте внимательно, аккуратненько здесь сыграем и попытаемся занять, ну если не первое, не второе, то хотя бы третье, четвертое место в данной катке, при том, что я играю на довольно-таки интереснейшем, нагибающем сочетании и я думаю, что у меня все должно здесь получаться. Давайте попробуем даже, наверное, покатролить немножко риск противника, потому что точки у нас все, по сути, под нашим захватом, да, единственная одна сейчас точка имеется под властью противника. Я думаю, что данная катка может быть даже закончится сейчас у нас быстро досрочно и мы отправимся открывать наши замечательные контейнеры с огромным удовольствием и надеюсь, что с неплохим везением у нас сегодня все это дело пойдет. Но пока давайте прожмем наш нагибаторский овердрайв на хоречке. Если, ребят, кто еще не знает, на каком сейчас нагибаторском вооружении я играю, я играю на хорнаторикошете, на рикошете с устройством Берсерк, да, такое вот замечательное устройство и у нас имеется. Как по мне, очень скиллозависимо, очень интересное и очень нагибающее устройство, которое, возможно, вы уже видели в предыдущем видеоролике, ну а если не видели тот видеоролик, я, конечно же, оставлю его в описании, вы сможете перейти, посмотреть, что я думаю вообще по данному вооружению и насколько оно круто вообще нагибает у нас в игре. Но у нас осталось две точки, это значит, что у нас прямо сейчас будет досрочно завершена данная каточка и спокойнейшим образом мы получаем 65 уровень челленджа. И это меня, конечно же, не может просто не радовать, мы, конечно же, отправляемся в гараж, отправляемся в гараж, чтобы посмотреть на наш любимейший Титанчик XT, где он у нас имеется, да, вот такой вот замечательный, красивейший, а если сейчас еще тут одеть чемпиончик, ох, как красиво он сочетается, и, возможно, стоит еще сейчас прямо-таки одеть рельсочку нашу Prime, где она у нас имеется, вот такая вот есть, такая вот рельса Prime. Ну что, я вам могу сказать рельса Prime, если подхорючек Prime, будет ли оно как-то бомбически здесь сочетаться, или же оно того не стоит, ну фиг его знает, но что касаемо Титанчика, я считаю, что Титанчик довольно-таки интересный и достойно выглядит, и давайте вот на таком интереснейшем Титана-рикошете мы сегодня откроем наши целых 63 контейнера, именно столько у нас накопилось там и на X3 Fond'ах, у меня голдики ловились, вернее, контейнеры, и на метеоритах, когда у нас день NLO был, тоже копились контейнеры, я их особо-таки не открывал, поэтому давайте открывать, и надеяться, что что-то годное у нас сегодня дропнет, я думаю, что долго мы сегодня тут затягивать с этим открытием не будем, быстро сейчас все это дело наклепаем, наоткрываем, и я очень сильно надеюсь, что что-нибудь годное нам дропнет, давайте сразу пятерочку может дадим, может быть с пятерки что-нибудь нам дропнет, а может и нет, может да, может нет, может да, офигеть, красиво, 5 белых свечений, это прям очень достойно, окей, давайте еще разочек, может быть сейчас пойдет, 50 батареек, 5 голдыцов, X2, ух ты, синяя, что это, краска Тунис, боже, мне они все эти краски еще до сих пор не выпали, я уж думал, мне они давно все упали, о, голды, голды, это, конечно, неплохая вещь, я считаю, что голды это достойно, они, конечно же, лишними не будут, но хотелось бы выбить что-нибудь интересное, все же, как по мне, 63 контейнера, это довольно-таки большое число, если с них ничего не упадет, нет, вот, фиолетик, 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 ох ты, какой эффект затмения, на шафта падает, если бы у меня еще был бы шафт, возможно, это было бы как-то интересно, скиллозависимо, но у меня шафта, как вы знаете, нету, поэтому как-то без разницы на эту вещь, не хотел я сейчас открывать 5 контейнеров, но как-то у меня туда кнопка сама нажалась, 3 дня премиум аккаунта, которые мне очень сильно нужны были, комплект припасиков еще упал, неплохо, достойно, окей, гоу, дальше, 3500 кристаллов, 38 контейнеров, ну, может что-нибудь нормальное все-таки мне упадет, нет, сегодня я не хочу открывать пятнашку, потому что знаю, что с пятнашки мне 100% ничего хорошего не дропнет, я вот надеюсь, что по единичке или по пятерочке нам сегодня принесет удачу что-нибудь интересное, выбьется, ох, 25 тысяч кристаллов, я прямо увидел, как кристаллики у нас прибавились, еще что-то, 150 батареек, ну, батарейки такое себе дело, конечно, мне они особо не нужны, но дропают тоже неплохо, пусть падают, еще одна красочка, краска Коста Рика, наконец-таки я надеюсь, что скоро мне они прекратят падать, и замечательным образом у нас с контейнеров, возможно, в синем свечении будут падать золотые ящики в виде 10 штук, это будет куда более интересно, актуально и нагибаторски, сейчас еще 10 тысяч кристаллов падает, боже, куда мне столько кристаллов, что мне с ними делать, солить их что ли? миллион целых 900 тысяч кристаллов у меня имеется, еще что-то, о, 10 голдов, о чем я и говорил, хорошо, 10 золотых, это очень даже достойно, открыли мы 40 контейнеров, и пока, грубо говоря, я не увидел вообще ни одного нормального свечения, за исключением того самого фиолетового эффекта, который, по сути, мне вообще абсолютно не нужен. 20 контейнеров у нас остается, ремка у нас падает, ну и давайте эти тоже контейнеры мы откроем по одному, я не думаю, что сейчас с пятерочки мне что-нибудь хорошее дропнет, поэтому давайте продолжать открывать по одному, и надеяться на то, что, а вдруг, а вдруг, а вдруг магическим образом что-нибудь хорошее нам сейчас упадет, в последнее время, конечно, нифига с этих контейнеров не падает, но почему, почему, почему бы мне сейчас, например, не упало бы что-нибудь красивое, краска Швеция, да, вот такая вот красивая краска мне падает, обожаю, конечно же, эту страну, и считаю, что, в принципе, краска Швеция не такое уж и печальное приобретение, из наших любимейших контейнеров, 150 батареек еще дропает, очень много синих свечений, но, явно, я сегодня ожидал не вот этих вот синих, а ожидал чего-то другого интересного, нагибающего, сочного, но почему-то ничего такого мне не дропает. 5 золотых ящиков, вот единственное то, что радует, это то, что золотые ящики падают, это очень-очень-очень даже хорошо. 8 контейнеров у нас осталось, и это второе, наверное, подряд печальное открытие контейнеров, с которого мне ничего вообще хорошего не упало, напишите, ребят, в комментариях, насколько круто вам падает что-то из контейнеров, потому что мне что-то в последнее время вообще ничего не падает, то есть, 125 ремки осталось, вернее, упало, но такое себе, конечно, дело, даже как-то уже на пофиге открываешь эти контейнеры, потому что понимаешь, что... Печальная шляпа, печальная шляпа, второй раз подряд мы открываем больше 50 контейнеров, и с них ровным счетом ничего хорошего не выпадает. Вот такой вот был у нас Ильюльский челлендж, для меня данный челлендж еще не заканчивается, потому что я буду набивать 2200 звезд, и если у вас красочка Марс, то я вам тоже советую набить данное замечательное количество, почему бы не получить 40 сверху недельных контейнеров, я думаю, что лишними там дополнительно Нарко и Кристалл не будет, потому что все равно я там в матчмейкинге буду заданочки выполнять, еще что-то делать, поэтому я понимаю, что все равно на стримах мы продолжим катать, а если вы не знаете, ребят, например, во сколько у нас проходят стримы, я вам напоминаю, что стримы проходят в 22 часа по московскому времени, обязательно приходите, нагибайте и проводите замечательно время вместе со мной. Ну а с вами был мистер Ванька, на этом видеоролик подошел к концу, всем удачи и всем пока!